Да, конечно же, у глазной чакры есть целые, если еще детальнее разбираться, там еще есть ряд не чакр и даже не чакрообразных центров и даже не подчакр, а просто таких элементов, которые связаны с тонким строением человеческого мозга и которые могут страдать, допустим, если человек прокалывает уши, к примеру. И носит там какие-то негативные камни, которые могут страдать, если у человека со спиной что-то не так. Есть много там всяких таких штук. Самое лучшее всего читать это Савру Манкаргайву, а все остальное это вспомогательное и необязательное. И как бы, что, у тебя же чакры работают? Работают. А ты что, решил каждый день это делать или что? Просто, ну, к примеру, если, допустим, раз в год или хотя бы там 2-3 раза в год, ну, можно 9 раз повторить. Или можно делать так, что повторять столько раз, насколько соответствует эта чакра. К примеру, коренную чакру можно повторить 1 раз, но очень-очень-очень длинно тянуть, пропивая каждую составляющую. Допустим, чакру поколений можно 2 раза повторить. Буй-чакру можно 3 раза повторить. Отсил-чакру можно повторить столько раз, сколько человек хочет потомков. Веря-чакру, к примеру, можно повторить 44 раза. И дальше по нарастающей это, в принципе. Можно другим путем делать. Можно делать, что в среднем каждую кратную тройки или девятки повторять. Или, к примеру, чакры нижнего круга повторять там 9 раз, чакры следующего 18, и головные чакры по 27 или 36. Так, еще раз. Нижнего круга 9 раз, нижнего круга до чакры 9 раз, буй-чакру, отсил-чакру, вели-чакру по 9 раз, сараса-чакру и ее две подчакры по 18 раз. Сараса-чакру и ее две подчакры по 18 раз, и славья... Сараса-чакра 18 подчакры, 18 подчакры Белобога, 18 подчакры Чернобога. И потом, после, снова, сараса-чакра? Не обязательно. Ну, когда сначала идет Белобога, чакра, это такая питание, потом Чернобога, и тогда, как бы, это фиксируется, это и Чернобог. Это же не важно. Ну, он не фиксируется. Вообще, можно эти два подцентра несколько ампутировать, и тогда больше энергии будет перерабатываться в головной чакре, если правильно это все дело. Вот. Я не за это, как раз, говорю. Они не компенсируют одного. Они могут в разных аспектах, в зависимости от настроек человека. Они могут одна другую уравновешивать. Может так работать, что чакра Белобога отвечает за связи и привязанности человека к своим близким, к своим родным, там, может, к родине, к работе, к там... Всему тому, что он любит, так сказать. А, чакру Чернобога, там, к врагам, к бандитам, к каким-то паразитам, тараканам и так дальше, сепаратистам. Не требовало его знакомо, кольки с разъем, обыдей, полтора, чекам Белобога, больше можно? Нет, лучше одинаково. Ты же помнишь часть гимна, что нам нужно избавиться от кривды, зла и блага. Значит, все по 18 раз. Ну, дальше. Ну, дальше, что? 27. Славье. Славье, Видье и Кора по 27. И на Кора чакре обязательно Савраман Карая. В один раз. Чем больше, тем лучше. 27, значит... Вообще, Караслава, расскажи, какое у тебя самое большое непрерывное время, когда ты повторял Ман Карая? Яку? Савраман Карая. Непрерывно? Там, видишь, такое, вошелся на журе. Мало. А, ну, был такой период, что я, навіть, непрерывно, але, можливо, и не дуже якісно, и навіть, и 10, и 11 за один так. А так, чтобы несколько дней непрерывно медитировать. Не, не. Так, подожди, а значит... Не подожду, надо развиваться. К примеру, там, в 2010 году я даже, ну, не только я и другие, там, служители Львовского совета эксперименты проходили, кто больше времени сможет непрерывно медитировать, там. И многие, там, вообще, дней, там, 10-20, там, могли медитировать. Один показал результат в 31 день непрерывной медитации. Что? Не спал. Ну, он так, как бы, сделал это, чтобы не засыпать совсем и повторять Ман Караю в полуживом состоянии. И что, значит, він повинен, уже, в полную сливу, идет згідность. Почему? Ну, мабуть, все же, він накрутил, там, 50 кил, это, наскільки я там, у меня записано, кто прочитает, там, что здесь 50 кил, то и переходит в духовный слив. Так нет, это, если осознанно, если качественно, ну, что я больше 50 кругов читал, я еще в этом мире, так что, здесь зависит от качественности, а не только от этого. Так, значит, видя, это, там, разум по 27 из левую, правую и двума, там, верхними. Ну, да. Можно отдельно каждое из них повторять. Там еще Кора тоже Гайя, Гайя, какой-то там резкий слайд и сварень. Просто смотри, у Кора Чакры есть некоторые вспомогательные центры, помогающие направиться к РАН. Вообще, и так, Кора Чакра отвечает за связь со Всевышним, но есть дополнительные центры, которые с разных сторон подходят к этому вопросу. Ну, как и у сердечной, как и у глазной чакры, собственно говоря. Так что так. Ну, сейчас, там вообще по каждому из центров, плюс, допустим, по до-чакрам, по над-чакрам, по разным узлам, которые связывают чакры, это, ну, к примеру, нужно несколько часов разбирать, и на данный момент, учитывая то, что на другом конце города меня живет человек, с которого я утром выгонял разную мерзопакость, но так мы это оставили на полпути, так как там оказалось, что несколько товарищей живут, и еще надо будет доделывать. Ну, добро, и еще, таки, вот, остальные писания, однековые видео про, где читаете, получение старожарства, про те, как разрезняти, яке писание есть, как это. Тогда ты мне состав список, которых у тебя, которые у тебя есть, и я тебе пришлю те, что у тебя нету. А ты потом скажешь, как обычно, что то же самое. Ну, тогда не, на следующий раз принесу. Радуйся. Все? Все, какие у тебя есть? Нет, все это не поможет, потому что многие еще не переведены, и, наверное, тогда, хотя, может, несколько не переведены. Я принесу, какие у меня есть, и поддеваешься, и... Нет, давай, чтобы оптимизировать время, как раз, и если мы встречаемся как раз завтра и послезавтра, чтобы я тебе передал четки, то тогда ты можешь показать. Если на следующее воскресенье, то тогда ты до этих пор мне сообщи, которых нету, и... Вернее, какие есть, и я тебе принесу остальные, которые переведены, но которых у тебя нет. Давай так. В том, что взглядуется наука, процесс в этом видео, процесс, что-то такое, как алибрация тонких тел, как бы разбирание их, когда залишится только одна сведомость, искринь, а потом снова разбирание, было бы непогано это все разобрать и зайняться с тем, конкретно. Согласен. Но не сегодня. Больше того... Изначально, это я говорю, это... Больше того. Перед тем, как это делать, нужно сначала разобрать по чакрам далеко даже не то, что я планировал, а еще кучу-кучу всего. Так как я планировал просто пройтись по подчакрам, по разным каналам основным... Да, звичайно, тонкие тела, каналы и все это... Нет, давай не путать гвозди с железнодорожными шпалами. А железнодорожные шпалы... Это все входит, звичайно, хоть будет так все это поступало, спочатку там, как все их положено. Там чакры, каналы, поля, а потом все... Хорошо, тогда экзаменационный вопрос. Какие звуки являются гармонизирующими относительно вели чакры? Так, все одноколи звуки. В книжечке, например, Саура Монкорай и Ка, Ба, Бха и так и инши. Не все, не всегда одинаковы и на следующее занятие я буду спрашивать по каждой чакре. Хочу, чтобы ты подготовился. По каждой в отдельности. Доброе, но я же их... Те, что у меня не читали манту, Те, что у меня записаны по каждой, а на те звуки, Как и я, и как их... Как вы их читаете? Давай сначала ты перечитаешь, изучишь. Мы проведем экзаменационное опрашивание относительно того, Что ты помнишь, что не помнишь. И сразу тогда запишем, как их использовать на практике. Дальше, что относительно ярости ты помнишь? Ярости аналог кандалиня, змея, закручен от происположенного облача. Хорошо. Это же все является в конце концов проекцией некоторых идей искры, Исходя из идей искры, Только для того, чтобы скрась себя не видела с собой, И не могла вернуться к идее сознания духовного мира. Так, эти книжечки про чакры, про шестеринку. Надается, душа и дёг, дёг, ты, выразумеваешь, Исходя из дёжи, душа тоже называлась не душа, а духи человек. Ну, душа, почему? Душа – это название дневника, В котором записаны все наши позитивные и негативные поступки. Душа – это другое. Через букву Йо, Йоанна, да? Декой был цей текст, на Ума Раси или Йоанна? Ну, тексты относительно чакры, Они были и на Ума Раси, и относительно рун. Там все пишется через букву Йоанна. Ну, правильно, но в тексте ты видишь и древние руны. То есть это совокупное, краткое изложение Рахманской традиции для тех, кто хочет изучать. Ну, дёг, если там оно на украинский может пишется, Там буква Йо, это уважается, Я говорю, что Ау Ма Раси и Йоанна, да? Ну, так, так. Но, с другой стороны, смотри, Это краткое изложение, Которое, с одной стороны, традиционно, Как оно есть в Рахманской традиции, Потом ещё, Я этот текст немного усовершенствовал, И, в принципе, так он и есть. Хотя, с другой стороны, Там этот текст можно усовершенствовать ещё и ещё и ещё. А можно брать какие-то специфические тексты, Которые подходят совсем с другой стороны. Это как сравнивать краткое изложение Святотворения Маркияна со Славово-Пушицкого И какой-то древний гимн, Где в Святотворении Начинается не сначала, А с какой-то из фаз, И где описывается в несколько иносказательном смысле. Это я не желаю сейчас разбирать, Не желаю дальше разбирать. Давай просто разбирать Изложенные данные В самом тексте по чатрам. Потому что мы снова будем прыгать с темы на тему, А у нас ещё богознавство недоразобрано, Ещё куча всего недоразобрано. И, в принципе, буквится в таком страшном состоянии, Ещё страшно. Хорошо, слава Всевышнему.